Всем привет. Настало время раскрыть вам еще один секрет из истории создания World of Warcraft. Сегодня мы с вами поговорим об одном самом загадочном факте исчезновения целого острова. Ранее мы с вами обсуждали историю пропавших островов Гилиджимс и Доктора Лапидиса, видео которое об этом рассказывать найдете по подсказке. Это были два больших острова, создание которых в техническом плане оказалось невозможным. Но в данном случае исчезновение острова обусловлено не техническими сложностями, а скорее политическими. Мы с вами знаем как Близзард шугаются различных скандалов и разбирательств, боятся обвинений от активистов, поддерживающих те или иные движения. Поэтому при малейшем подозрении на то, за что им может прилететь и уничтожают всяческие отсылки к спорным материалам. Но я хочу отметить тот факт, что старые Близзы условно 20 летней давности были куда увереннее современных и порой в игру добавляли откровенно смелые вещи, порой даже провокационные. Речь пойдет об острове Тель Абим, который готовился появится в игре еще в ваниле и даже был нанесен на общую карту, но по причинам, о которых Близзард никогда не расскажут, добавлен не был. А знаете о чем Близзард вам еще никогда не расскажут? Совершенно верно, Близзард в строжайшей тайне держит информацию, где купить золото и как оплатить подписку. Но для вас, уважаемые зрители, нет никаких секретов. Elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% в пармокод Ванила10. Ссылка в описании. Итак, совсем недавно на проекте Turtle WoW вышел тизер предстоящего обновления 1.16.4, в котором анонсировалось открытие нового контента. В следующем патче запланировано много чего, но что меня особенно заинтересовало, это то, что разработчики хотят реанимировать тот самый загадочный остров Тель Абим. Понятное дело, что как это хотели сделать Близзард мало кому известно, возможно неизвестный создателем черепахи, но это не важно. Важно, что на проекте появится что-то новое и интересное. В связи с чем у меня возник вопрос, а знают ли игроки хоть что-то про этот остров? Возможно кто-то посчитает, что это просто какое-то рандомное название возникшее из ниоткуда. Как я уже говорил, на проекте мало что делается просто так. В большинстве своем контент добавляется именно в рамках продолжения не реализованных влизовских идей, которые они либо отложили на потом, либо забросили навсегда. Поэтому остров Тель Абим на самом деле должен был появиться в World of Warcraft и с ним должна была быть связана определенная история. Пока не пришел большой начальник, посмотрел на это все и не сказал. Вы с ума сошли? Вы знаете на что это похоже? Хотите чтобы нас потом по судам затаскали? Удалите это немедленно. И разработчикам пришлось удалить огромный пласт контента, который одному богу известно сколько готовился к релизу. Забыли разве что стереть сам остров с картой и не убрали с таблицы лута? Маленькую, но весьма серьезную отсылку к некогда существовавшему острову. Бананы Тель Абима, которые по сей день можно приобрести у различных NPC продающих фрукты. Хотя кто знает, может быть эти бананчики вовсе не забыли убрать, а решили таким образом оставить хоть какую нибудь память о той идее, которую дизайнеры хотели воплотить. Так что напугало большого начальника, который запретил вводить этот остров в игру. Давайте разберемся. Как вы знаете, World of Warcraft практически на 90%, даже на 100% состоит из отсылок к фильмам, книгам и даже реальным событиям, коих вове предостаточно. Чего стоит только история двух семей, которые враждовали между собой и в итоге перестреляли друг друга. Blizzard из этих событий сделали небольшую квестовую цепочку, слегка заменив имена реально существовавших людей. Но с острова вышло куда жестче, чем предполагалось. Сопоставляя факты и находя множество отсылок, мы приходим к выводу, что Blizzard из сюжета Тель Абима хотели сделать пародию на некогда существовавший преступный картель, который влиял на политические решения, поддерживал одиозных правителей, господствующих в Латинской Америке и был спонсором… Так, давайте для того, чтобы ютуб нас не завернул за всякие нехорошие слова, назовем это явление гитаризмом, а людей, которые кошмарят мирных людей всякими нехорошими делами, гитаристами. Так вот, на протяжении практически века в Южной Америке процветал бизнес по банановому экспорту в Европу. Если чекнуть годовые обороты банановых компаний, то цифры возникают довольно серьезные. Десятки, даже сотни миллиардов долларов доходило до того, что какие-то страны полностью зависели от экспорта бананов в Европу, от чего кстати в последствии родился этот термин банановая республика. И само собой компании, которые занимались этим бизнесом, богатели и процветали. Пожалуй, самая известная на тот день компания была Чекита Брэнд Интернешнл. Хотя почему была, она и сейчас существует, только в более скромном масштабе, чем полсотни лет назад. Так вот, там где крутятся большие деньги, практически всегда случаются всякие мутные истории. Одна из этих историй была связана с островом Свободы, который, по величайшему совпадению, находится приблизительно там, где должен был находиться остров Тель Абим. Ну, если представим, что Калимдор это отсылка к американским материкам, то в Акурат можно провести ассоциации с Кубой, которая находилась рядышком и по всем канонам должна быть в жесткой оппозиции относительно большой земли. В 1961 году United Fruits, тогда еще старое название Чекиты, совместно с центральным разведательным управлением, пытались устроить на острове политический переворот, осуществив доставку боевиков на своих банановозах на Кубу и бонусом проспонсировав ключевых политиков для помощи в свержении тогдашнего режима. По сути, в этой истории для Америки нет ничего зашкварного. Ну, казалось бы, что такого, америкосы борются с коммунистами. Коммунистов не любят. Давайте сделаем на эти события небольшую отсылочку в игре. Тем более это 1961 год, кто помнит, что тогда было. Разве что единица. А мы так вообще впервые об этом слышим. Но произошло еще кое-что. В 2004 году стало известно о связях Чекиты с колумбийскими гитаристами, за что спустя три года после проведения расследования компанию оштрафовали на 25 миллионов долларов. Согласно судебным документам, в период с 1997 года по 2004, Чекита передала так называемым объединенным силам самообороны Колумбии свыше полутора миллионов долларов в качестве откупных. Взамен колумбийцы обещали не кошмарить работников местных банановых плантаций и позволяли экспортировать оттуда бананы. Когда же американская разведка стала выяснять, откуда у местных гитаристов гитары, на какие деньги они устраивают там свои концерты, ниточки привели к Чеките. Это был большой скандал, из-за которого банановая компания сильно пострадала, и вследствие уронила свою репутацию практически на дно. Как вы понимаете, дело приобрело новую окраску. Из положительных помощников в борьбе с ненавистным режимом, Чекита превратилась в спонсоры гитаристов. А это не шутки. Когда Близзард готовили контент, косвенно намекавший на знаменитую компанию, они и представить себе не могли, что по итогу окажется так, что они выставляют деятельность Чекита в положительном ключе. А я напомню это был 2004 год, год выпуска World of Warcraft. Все эти шуточки и отсылки к реально существовавшим странам и конфликтах в этих странах могли для них аукнуться не самым лучшим образом. Поэтому в успешном порядке идеи с островом Тель Абим решили отложить. Мало ли что, в конце концов идеи не хватало и без этих пасхалок. Тем не менее Тель Абим уже глубоко был интегрирован в клиент и оперативно его оттуда выпилить было довольно сложно. Он еще довольно долго существовал на многих картах и как я уже говорил знаменитые бананчики в игре существуют по сей день. В сети игроки часто поднимали тему нереализованного острова и наивно предполагали, что вот-вот остров появится в очередном дополнении. Большие надежды возлагали на катаклизм. Как вы понимаете, имея за спиной такой багаж реальных отсылок к гитарному бизнесу, этому контенту не суждено было появиться в игре никогда. Ни в 2004, когда у Близзард яйца были куда крепче. Ни сегодня, когда бедные дизайнеры вынуждены перекрашивать картины и переименовывать NPC. Тем не менее история как вы понимаете заслуживает внимания и подогревает интерес к Тель Абиму куда больше чем предполагалось. Turtle WoW не Близзард и могут себе позволить добавлять на проект все, что считает интересным. Тем более, авторство Бананового острова остается за Близзардами, как ни крути. Сюжетов World of Warcraft отсылающих нас к реальным событиям великое множество и я обязательно о них вам расскажу, поэтому не забывайте подписаться на канал, а также буду благодарен за лайк под видео. Удачи.